Час в час, минута в минуту, радио. Болтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радио.болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Ну что же, мы начинаем нашу программу «Климат-контроль». Сегодня у нас такой необычный выпуск, поскольку ведущий программы Константин Рангс, журналист, учёный, морской геолог, сейчас находится на борту парома. И буквально вот мы должны будем закончить нашу программу немножечко пораньше. Доброе утро. Здравствуйте, Константин. Да, всем доброе утро. Я нахожусь в Финском заливе. Вот те, кто нас видит на видео. Вот эта вот палуба нашего парома. И, в принципе, времени моего – это то время, которое сохраняется зона принятия. Ну что же, надо сказать, как обычно. Мы начинаем с погоды. Погода сейчас прохладная. Правда, появилось солнце. Практически на всей территории Балтии и юга Финляндии. Где-то 10 градусов было с утра. Днём будет чуть выше. И, в принципе, ближайшие ещё 2-3 дня погода будет совершенно такая, ну, бодрящая. Но дело всё в том, что этот циклон, который висит сейчас над Балтикой, он потихонечку смещается, разрушается. А с трёх остальных сторон как бы подпирают антициклоны. И уже к следующей неделе, к следующей пятнице ожидается настоящее лето. Может быть, даже в понедельник, вторник уже погода будет стабилизироваться. Ну, замечательно. Прекрасные новости. Пользуясь случаем, может быть, несколько слов о том, как Финляндии относятся к вопросам энергетики и экологии. Насколько для финнов вот эти вопросы зелёного курса являются настолько первостепенными, что они готовы даже голосовать своим трудовым, условно говоря, рублём, евро за вот эти вопросы зелёного курса. А вот это как раз очень специфический вопрос, потому что никто сейчас толком и не знает, насколько придётся жертвовать своим стилем жизни. Вот это очень ведь важный момент. И, по крайней мере, сейчас у меня вот возникает впечатление, что изрядная часть моих знакомых, они считают, что, в принципе, на следующих выборах, которые пройдут осенью, могут, так скажем, измениться предпочтения. Всё будет зависеть, как ещё лето и как начало осени пройдёт. Вот тут очень серьёзный момент. Сейчас бензин здесь стоит 2,55 евро в 95-й. И надо сказать, что, несмотря на то, что зарплата у финнов гораздо выше, чем у нас, но они абсолютно не рады такой ситуации. Они привыкли много ездить на машинах. 20 тысяч в год – это совершенно нормальная, так скажем, для каждого человека пробег средний такой. Поэтому, в общем-то, мы легко посчитать, что это недёшево. К тому же сейчас разговоры идут о проблемах с газом, с электричеством. Так что надо сказать, что настроение тут такое настороженное. То есть, как бы все за природу, за чистоту окружающей среды. Но а что будет в конечном счёте с конкретным человеком, с его кошельком? Ну и что говорят, в принципе, политики? Куда идёт Финляндия? И какие вот здесь есть варианты пути? Ну, варианты. Дело всё в том, что Финляндия отличается очень большой дисциплинированностью. Что сказал Брюссель, туда они и пойдут. Но это до определённого периода. То есть, многие говорят так, что всё было хорошо до настоящего времени. Не было ещё такого повода, так скажем, взбунтоваться. Но сейчас этот повод может появиться, потому что кризис, энергетический кризис, он реальный, приобретает вполне реальные очертания. Для обычного Фина всё-таки вот насколько эти размеры кризиса звучат угрожающими? Потому что одно дело, ну вот по нашим латвийским, когда мы понимаем, что счёт может превысить вообще доходы. Вот счёт за отопление и вот услуги Латвии с газой и прочее. То есть, это вызывает шок. То есть, вот человек меньше зарабатывает, чем ему нужно отдать. То есть, это, ну, как бы ситуация абсолютно абсурдная. Ну, вот дело всё в том, что мы находимся в Латвии в гораздо более уязвимом положении, чем, например, та же Финляндия. Вы посмотрите, в Финляндии всё-таки сейчас будет работать пять атомных реакторов. Вот пятый готовится к запуску. Это постоянный стабильник источника энергии. К тому же, здесь вполне развитая система производства электроэнергии за счёт отходов от лесной промышленности. Тут, допустим, такие города есть, как Оулу, которые на севере, которые вполне плотно сидят, что называется, на пилках и на щепе. Разумеется, есть какая-то недостроительно небольшая гидроэнергетика. И активно они внедряют новые технологии. Имеется в виду ветроэнергетика, даже солнечная. Но всё-таки какой-то свой вот задел есть энергетический. Что же будет с нами? Я не очень хорошо себя представляю, потому что три наших крупных электростанции, гидроэлектростанции, они вряд ли спасут ситуацию. То есть мы всё-таки должны будем откуда-то это электричество получать. Насколько действительно законопослушные финны в том плане, что они разделяют мусор, они стараются соответствовать этому зелёному стандарту? Потому что мы видим на примере, сколько приходится убеждать людей у нас, просто даже не мусорить в лесу. Вот все эти акции с сукменсами и так далее. А вот в Финляндии как? Ну дело всё в том, что здесь многие вещи, что называется, прошли через века. Вот, например, идея у таких вот, как можно назвать, субботников, да, когда идут и занимаются, убирают окружающую территорию, приводят в порядок те же леса, она ещё в 19 веке существовала. То есть, собственно говоря, это традиция. Они привыкли следить за окружающей средой, и это действительно факт. К тому же они задумываются. Смотрите, ведь большая часть, например, лесов Финляндии принадлежат каким-то частным лицам. То есть это не просто лес абстрактный, как бы государственный, да, там непонятно чей. Это конкретный лес. Но с другой стороны, что интересно, в Финляндии есть законы, законы, например, о пользовании природой. И вот этот закон предполагает, например, что каждый человек может идти через частный лес, он имеет право собирать там ягоды, он не имеет права там мусорить или что-то рубить. А вот ягоды собирать он имеет право. Вот это очень важный момент, который создает вот такой баланс между пониманием, что это частная вещь, а с другой стороны, у человека, у общества есть право пользования этой природой. Но я хочу сказать, что все на это все ушли не одно десятилетие, а точнее, можно сказать так, два-три столетия точно. Ну, потому что, в самом деле, сложно себе представить, что вот частный лес, куда, с одной стороны, он частный, а с другой стороны, вот люди могут им пользоваться. То есть здесь у меня возникает какой-то когнитивный диссонанс. То есть если частное должно быть огорожено забором высоким... Ни в коем случае. И никого не должны пускать, да. Нет, это так не... Тут как раз вопрос, это право, это прописано в законе. И финский тот же самый собственник, он, конечно, нет за своим лесом. Там нельзя, например, кастрюлю сжигать. Или нельзя разбивать палатку без согласия хозяина. Это тоже легко, допустим, взять и обратиться к хозяину, что я хочу тут палатку поставить, туристы в ваше положение войдут. Но дело другого рода, что человек не может вам препятствовать пользоваться природой. Природа, она общая. Слушайте, какие вот удивительные, действительно, вот эти законы, которые позволяют как-то гармонично сочетать и одно, и другое. Будем надеяться, что у финнов получится. Может быть, они станут... Могут ли финны стать каким-то таким примером для нас, на который мы можем равняться в плане именно экологии и бережного использования природы? Но здесь очень важно, что очень важно. Финны... Так, у нас... Они очень сами активно социально, социально активно. Теряется связь? Да, начинает потихоньку, да, какие-то подвисания. Ну все, мы уже уходим. Горизонт, говорится, Хельсинки теряется из виду. Я думаю, что, как говорится, у нас будет еще повод об этом поговорить и поговорить предметно. А сейчас пока хочу сказать, что, в принципе, мы ждем прихода настоящей летней погоды. И это очень радует. Ну что же, спасибо огромное, Константин Рангс. Вот с борта парома мы, к сожалению, теряем интернет, поэтому не сможем продолжить уже программу. Журналист, ученый, морской геолог. Программа, которая посвящена экологии. И мы в следующую пятницу обязательно продолжим наш разговор. Всего доброго. До свидания. До свидания. Вы слушаете радио Болтком.